Друзья мои, я в Сиэтле. Только что прилетело. Времени 6 часов 30 минут. Самолет задержали на полчаса. Я вообще не поспала ни минуты. Не представляю, как я выдержу сегодняшний день. Вчера тоже очень плохо спала. В общем, чувствую себя такой сонной. Сейчас попью кофейка, наверное, в Starbucks кофе. Вот сзади меня. Чтоб хоть как-то проснуться. Такие вот стульчики здесь. Сделанные для французских салонов 1860-х годов. Д heckу. Тут выдержит. Да, ну, в следующем году. Я первый месяц. К �師よ. Ну, в общем. Я пришла на колес. Субтитры сделал DimaTorzok Вот такая детская комната С горками, с какими-то детскими аттракционами Я вот сколько шла, шла по аэропорту Думала вообще, я такой прямо ничем не примечательный А вот сюда вышла, на центральную аллею И здесь интересные уже какие-то фигуры, головы Такое вот оригинальное творчество Пью кофе, такой вот, старбаксовский Пытаюсь проснуться Вот он у меня, папочка мой Давай, папулечка, всё, пока-пока Вот он у меня на связи, всем привет передавай Давай, пока Хорошо Хорошо, спасибо, папочка, давай, пока На улице дождина Вот такая погода нерадостная Встречает меня в Сиэтле И хочу сказать, что вчера было солнце, завтра будет солнце А сегодня, конечно же, в честь меня Дождь Иду искать поезд Иду вот по такому переходу В сторону гаражей Спросила я у мальчика, куда мне идти Вот он меня отправил На парковку И вот где-то здесь я смогу найти Поезд, который идёт В центр города Сиэтла Как раз туда, куда мне и надо На улице морозина, конечно Идёт дождь и прохладно Вот говорил мне папа одеваться теплее Я, как обычно, его не послушала Теперь вот иду, мёрзну Хотя, в принципе, днём должно быть потеплее Сейчас ещё раннее утро Вот, а я одета в кофточке И в дублёночке с такой вот лёгкой Ещё думала одеть на ноги ботиночки зимние Но потом думала, всё-таки ж теплее там, чем в Анкуридже И нарядилась в кроссовочке Но не могу сказать, что Уже совсем я замерзаю Но не жарко Вот, и первый взгляд Что вот мы здесь видим Первый взгляд у меня При выходе с аэропорта Вот такие здесь Дороги-развязки Вдалеке Хвост самолёта виднеется И вот он, вот он, наверное Мой поезд, на который я иду Вот он Вот она такая ветка Показана, как идёт этот поезд И аппараты, в которых я могу купить билет Сейчас я попытаюсь это сделать Не знаю, сколько стоит билет И не вижу пока, где это написано Такой вот здесь зал Дестинейшн Надо выбрать станцию, до которой едешь Как я понимаю В общем, вот, купила я билет Стоит он 3 доллара В одну сторону И я бросила 5 долларов Мне выдали обратно вот такие 2 копейки Не знаю, что это за копейки такие А на обратном пути, может быть, я смогу их использовать Вместо 2 долларов Как бы То есть я не знаю Таких не видела никогда раньше И вот Поднимаюсь я на эскалаторе Вот сюда наверх К этому поезду Не знаю, нужно ли мне этот мой билетик Компассировать где-то или что Потому что я вижу, люди заходят И пробивают эти билетики Билетики они пробивают А прикладывают к таким вот аппаратам Они пищат У них Поэтому Вот я даже не знаю Вот он, этот поезд стоит Такой вот поезд Народа мало Практически никого нет Чистенький, хорошенький Все, поехали Поехали Не знаю, как получится Немножечко поснимаю дорогу из окошка Это вот-вот только-только отъехали от аэропорта Тут очень много гостиниц я вижу Мэриот Хилта Вот мотельчики какие-то Стоянки огромные Просто немыслимое количество машин Вот видно, я надеюсь Тут еще какое-то крыло Аэропортовское проезжаем И все, и дальше Вот уже раскинулись такие просторы Сразу же знаете, что нравится Что очень зелено и красиво В Анкоре же еще нет листочков на деревьях А здесь уже распустились Или они все зимы здесь такие зеленые стоят Глаз радует вот эта зелень После нашей аляскинской серости Приехали на следующую станцию Вот такие миленькие домики Сейчас проезжаем Вообще продолжительность моего маршрута Примерно 45 минут Вот где-то половину пути Уже мы проехали Такое красивое здание Я увидела Вот это вот Вот какая-то следующая станция Мы только что вынырнули из тоннеля И вот он показался на горизонте Город во всей красе Там центр города Сиэтла Вот так вот я первый взгляд на него бросаю И вам показываю Такой вот Красиво, очень смотрится красиво Приехали Несколько последних станций Ехали под землей Вот так вот И вот так из этих туннелей Выехал сейчас поезд Поэтому я ничего не снимала Вот я приехала на University Station University Street Сиэтленинград 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 Сама не знаю, куда я вышла В какую сторону Ну вот Посмотрите, что у нас здесь Дождичек вроде прекратился Слава богу Но ветрено И прохладно Смотрите Вот это да Вот это да Такая красота Сейчас буду ориентироваться Куда мне идти Вот это да Какие небоскрёбы здесь Как красиво Такая вот улица С этой стороны И прямо Ай Белосипедист меня чуть не сбил И вот туда В ту сторону Здорово Так чистенько Вообще мое посольство Расположено на University Street 600 А я вот сейчас Вышла здесь И нахожусь На University Street 1200 Вот мне по этой улице Получается Надо идти В какую-то сторону Либо Справа К океану Нет К океану я схожу Потом Мне надо идти Вон туда Вверх На горочку Насколько я понимаю Потому что Я смотрела по карте Вот эта вот Станция Метро Или поезда На которой я вышла Она находится Посередине Между океаном И посольство Так что Вот сейчас В этой стороне Я должна Его и найти В принципе У меня еще Очень много Времени У меня время Назначено На 11.30 А сейчас Наверное 9 с чем-то Так что Еще 2 часа Сейчас прогуляюсь Все равно До посольства И Потом Может быть Вернусь Обратно К океану Просто Очень холодно И ветрено Не очень-то Располагает Сегодняшняя погода К прогулкам По городу Вот еще Какие-то Улицы У меня Пошли Сюда Сюда Просто Вам показываю Город Как выглядит Мне нравится Мне очень нравится Посмотрите Какое Красивое Здание Вот это Например Из кирпича Из такого Темного И вот Я выхожу К очередному Перекрестку Дорог И опять Вот здесь Такие Громадины Стоят Вот какая-то Гостиница Написано Олимпий Хотел Смотрите Как вот это Здание Сделано Как оно Может так Стоять Боже Кажется Что оно Сейчас Свалится Вот на Такой Тонкой Ножке Вау Вот в эту Сторону В эту Сторону Еще покажу Посмотрите Там видно Океан И я шла Правильно Вот это Шестая улица На которую Я вышла И Консульство Наша Русская Расположена В здании Вот в этом Которое Напротив Меня One Union Square Называется Вот такое Огромное Я вам покажу Как выглядит Очередная Улица Опять В эту Сторону Туда Под мост Или Что это Такое Там Я не знаю Вот такой Каскад Ступенечек И вот В эту Сторону Высокие Здания Как раз Вот здесь Я так понимаю Заканчиваются Это Это То Что Я вам С поезда Показывала Высотки Вот Как раз Сейчас Я С Веденики Нахожусь Еще Поближе Это One Union Square Building Здесь Вот Такой Фонтан По Стеночке Как бы Стекает Здесь Такой Красивый Скверик Как мне нравится Сиэтл Такой Чистенький Уютный Красивый Городок Даже Несмотря На то Что Не повезло С погодой Все равно Здорово Вот Такие Вот Домики Сейчас Постараюсь Приблизить Очень Красивые Смотрите Какая Архитектура И Я пока Не захожу Внутрь И вот Сюда Немножечко Хочу Пройтись Показать Показать Вот здесь Такая Площадка А вот Это Two Union Square Тот Вот Здание Первое Вот Это Здание Второе Вау Как здорово Зелено Просто Просто Здорово И Вот Это Второе Здание Вот 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 Сегодня У нас 25 Марта На Аляску В прошлом Году Я приехала 16 Или 17 Апреля И Где-то Буквально Сразу Через 10 Дней Через Две Недели Стали Распускаться Все Листочки То есть К концу Апреля В общем На Аляске Нам еще Ждать Месяц Вот этих Свежих Листочков А здесь Здесь Вот оно Уже Все Распустилось И Смотрится Конечно Обалденно Здорово Вот Цветов Сколько Вот Эти Вот Огромные Огромные Бутоны Не знаю Как Называется Как Как розы Смотрятся Это Какие-то Фруктовые Наверное Деревья Вот Они Тоже Все В цвету Такая Аллея Прямо Как деревья Так Соскучилась По цветочкам По Листочкам Первый раз Вижу Такой Лифт Внутри Кнопок Нет Я Нажала Кнопку Снаружи Что я Еду На 25 Итаж И Мне Сказал Какой Лифт И Вот Здесь Написано Что Он Остановится На 25 Итаже И Вот Оно Генеральное Консульство Российской Федерации В Сиэтле В общем Отправили Меня Пока Погулять Сейчас Времени 9.30 Он Посмотрел Списки Проверил Да Я Действительно Записана На 11.30 Народа Там Много Он Говорит Никакого Смысла Там Нет Внутри Толкаться Все равно Раньше Вы Не Пройдете Поэтому Приходите К своему Времени К 11.30 Пойдите Говорит Где нибудь Погуляйте Попейте Кофейку Ну я конечно Приду Немножко Пораньше Хотя бы К 11 И вот Пока У меня Есть Время Решила Пройтись И действительно Посидеть Может быть Перекусить Немножко Попить Кофейку Вот Иду По Шестой Улице Здесь